МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Политика – это искусство принимать важные решения при недостаточной информации и нехватке времени. Высказывание британского политика Клемента Этли выглядит правдиво и по сей день. Я, Надежда Леонтьева, и моя коллега Анастасия Зайнулина, приветствуем вас. Здравствуйте. Приветствуем также и подписчиков социальных сетей. Кстати, именно Анастасия сейчас принимает вопросы от наших подписчиков в Инстаграм. В режиме реального времени ведет прямую трансляцию из студии. Успеваете и вы задать свои вопросы эксперту через официальный аккаунт социальной сети. Самые интересные и актуальные прозвучат в эфире. И гость нашей программы сегодня Евгений Макаренко, депутат Тюменской областной думы, член фракции «Единая Россия», а также боксер-любитель, капитан сборной команды России по боксу, многократный чемпион России и Европы, член Олимпийской сборной нашей страны 2014 года и отец четверых детей. И прежде чем мы поговорим о новых инициативах и реализации спортивных, образовательных или культурных проектах, предлагаю узнать о нашем гости немного больше. Евгений Михайлович Макаренко. Приоритеты. Семья, работа, спорт, друзья. Характер. Целеустремленный, ответственный, дружелюбный и оптимистичный. В людях ценник, порядочный, отзывчивость, интеллект и чувство юмора. Увлечения. Игра на гитаре, выезды на природу, рыбалка, охота. Политические взгляды. Демократические. Равные права и возможности для каждого человека и гражданина. Жизненное кредо. Никогда не сдаваться, уметь прощать, держать слово. Здравствуйте, Евгений Михайлович. Очень рада вас видеть. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, уважаемые югорчане. Скажите, пожалуйста, вообще с чего, как правило, начинается день? Как депутата и как человека, конечно же, в первую очередь, как умываемся, как, конечно, чистим зубы. Мы утром старались вместе с сыном делать зарядку. Иногда уже, вот в Нижневартовске есть такой клуб «Бодрячок». Водные процедуры. Водные процедуры. Правильно. Да, окунаемся. И сын вместе с вами. Нет, сын, конечно, нет. Сын только зарядка пока. Ему пока под душем иногда бывает, но многое это, вредничает. Но стараемся потихоньку такого духа и характер воспитывать все-таки. Просматривая вообще ваш профиль в Инстаграм, я смотрю, у вас очень большое обилие спортивных таких постов. И вот чаще всего все-таки это бокс. Я так понимаю, это связано с вашей профессиональной какой-то деятельностью раньше. Ну, это, как говорится, боксу я больше 22 лет активной фазы отдал. Сейчас помогаем юным спортсменам уже идти, достигать олимпийских высот. Конечно, помогаем развитию спорта, бокса в игре. Но это не только бокс. Но если мы остановимся на боксе, то, конечно, хорошо, что та преемственность, которая была заложена здесь в округе, она дает свои плоды. И мы уже можем наблюдать, что буквально прошло 8 лет, как мы завершили свою карьеру. Если мы говорим о взрослом боксе, это Альберт Батергазиев уже завоевал олимпийскую путевку на Олимпийские игры. И юноши-юниоры, это у нас ребята и Дмитрий Захаров, Магомед Мамаев, Чепишко, Владислав. То есть этот список можно продолжать и продолжать. Программы не хватит. То, что делается у нас в округе, благодаря, конечно, и руководству округа, Наталье Владимировне, которая тоже любит бокс. Совместно стараемся все-таки эти проекты реализовать. Проводим мастер-классы. Вот, кстати, о мастер-классах. Как часто вам удается отдавать личные мастер-классы, ребятам? У нас есть фото. Когда приглашают, последний-последний раз мы подписываем, когда Наталья Владимировна Комарова подписывала соглашение с Федерацией бокса России в городе Сургуте буквально недавно о проведении в Югре, в следующем, в 2022 году, форума, всероссийского форума боксерского. И в 2023 году планируется проведение чемпионата России среди взрослых по боксу. Вот в рамках этого чемпионата руководством нашей федерации окружной была запланирована как раз встреча с сургутскими ребятишками. В рамках этого также я провел открытую тренировку, поделился с детьми. А вам, да, есть чем поделиться. А мы бы хотели продемонстрировать достаточно занятную фотографию. Это 2004 год Афины. Вот это же настолько такие вот эмоции раз в жизни вообще. Ну, интересная фотография, да, это такая, ну, как и, скажем так, эксперты говорят, что одна из самых сильных сборных на этих Олимпийских играх, потому что практически вся команда чемпионы мира, чемпионы-призеры Олимпийских игр. То есть у медали было очень много завоеванных. Мы тогда завоевали первое командное место. Три золотых и три бронзовых медали. То есть обошли и сборную Кубы, сборную Америки. Ну, саму, конечно, не удалось отличиться как капитану той легендарной сборной. Но я хотел бы сказать, что моя Олимпиада значит, что впереди. А мне подсказывают редакторы, что у нас уже есть вопросы. Перед ним слово Анастасии. Евгений Михайлович, вы сам многодетный папа. Как вы считаете, сейчас в России благоприятное время для того, чтобы заводить много детей? Пишут, что и образование станет скоро платным, и жилье, вон, какое дорогое. Какое? Нет, вот, честно говоря, мы четвертого ребенка уже, Иеремея, в 40 лет родили. Это такой ответственный момент, к этому надо подходить, конечно, ответственно. Но я считаю, что благоприятно, потому что и правительством Российской Федерации, и в Югре, руководством Югры делается очень много для того, чтобы как раз создавать семьи, создавали семьи, чтобы благоприятные условия были для рождения семьи. И это и поддержка семей годных категорий, многодетных семей. Как бы такая работа, она в этом направлении ведется. Так что, я думаю, тут бояться не нужно. То есть все условия создаю. И дальше я уверен, и мы будем тоже для этого тоже все делать, чтобы дальше только было это лучше. Потому что вопрос демографии, это, скажем так, один из основных вопросов. Если говорить про образовательные программы, то я знаю, что вы проводите некие парламентские уроки. И вообще, как старшеклассники реагируют на подобные занятия? Всегда стараюсь. Стараюсь эту работу также вести, парламентские уроки. То есть знакомить старшеклассников как раз с деятельностью Тюменской областной думы, об устройстве нашего Тюменской области, Югры, Ямала, то, что объясняешь, что это равноправные субъекты Российской Федерации, объясняешь, чем занимаются, как формируется состав Тюменской областной думы. Ну, вот те вопросы, связанные как раз с законотворчеством, вообще тем, чем занимаются депутаты по стратегии Тюменской областной думы. Ну, такое обширное. Может быть, даже кто-то и хочет стать на перспективу тоже депутатом. Такие вопросы задаются и, конечно, объясняешь, для чего нужно, что нужно делать. Меня вообще интересует одно такое мероприятие, которое недавно проходило у вас в Нижневартовске. Насколько мне известно, приезжал герой России, летчик, правильно? Это же известный Владимир Шарпатов. Вообще, как дети встретились с таким человеком-легендой? В рамках первенства Уральского федерального округа, которое проходило в городе Нижневартовске на призыв Александра Ивановича Малетина, заслуженного мастера спорта, Евгения Михайловича Макаренко. Вот пригласили как раз на этот турнир Шарпата Владимира Ильича. Я с ним знаком с 2011 года. И он с удовольствием откликнулся, потому что, я говорю, вот мы пять лет работали с ним в Тюменской областной думе, пятый созыв. И я знал, что он эту деятельность ведется, он несет вахту героев, они ездят по стране совместно с ассоциацией героев. Мы не смогли не воспользоваться такой возможностью и пригласить Владимира Ильича в центр «Патриот» города Нижневартовска, где он как раз встречался с подростками. И как раз они общались на тему. Очень много было вопросов, его представили, фильм небольшой показали. А у нас еще есть вопросы, снова из социальных сетей. Предлагаю передать слово моей сведущей Анастасии. В конце прошлого года была инициатива от сенатора и замсекретаря Генсовета «Единой России» Евгения Перминова. Не выдвигать на выборы спортсменов. Вы как раз и спортсмен, и представитель данной партии. Что думаете по поводу такой инициативы руководства? На самом деле спорт, он-то как раз и закаляет такой вот характер. И это, ну вообще политика, это удел сильных людей, которые могут постоять за людей, за несправедливость, от чего у спортсменов не занимать. Давайте возьмем мы Карелина Александровича, который уже не первый созыв, сколько он на самом деле положительного сделал для людей. Да, вот как раз таки я и хотела спросить. Очень много спортсменов сейчас идут в чиновники. Это вот современная такая тенденция, дань моде или что? Или вот они действительно могут много привнести? Смотря куда в чиновники, нет, понятно. Если это департамент спорта или какие-то направления связанные с развитием спорта, если он обучался, если у него есть знания, навыки и умения, то я думаю, что он в любой среде, и в экономике может работать, и в технических науках. У нас очень сложный сейчас период времени, да, переживает вообще весь мир и страна, это пандемия. Что конкретно было сделано вот депутатами Тюменской областной думы, именно вот какую помощь оказывали, меры поддержки, что было? Ну на самом деле, да, пришлось оперативно подключаться, такая беда нежданно-негадно пришла. Да, но в первую очередь, конечно, поддержали и многодетные семьи, поддержка оказывалась материальная, это и пенсионерам, дополнительные выплаты, как многодетные, тем категориям, малообеспеченным, которые как раз нуждающимся, да, без, где-то даже, знаешь, что без заявительной, и так как и федеральные власти, так и региональные старались помочь людям, которые попали, конечно, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Вот, также эта поддержка, безусловно, и предпринимательные, малого и среднего бизнеса, которые тоже столкнулись с проблемами. Будем уже завершать нашу программу, я вновь передаю слово моим соведущим. А мне хотелось бы напомнить, что у вас, наших зрителей, есть уникальная возможность стать участниками интерактивного проекта и задать свои вопросы экспертам в Инстаграм. По традиции, самые актуальные прозвучат в эфире. Останься прост, беседуя с царями, останься честен, говорят с толпой. Будь прям и тверд, с рогами и друзьями, пусть все свою часть считаются с тобой. Наполни смыслом каждое мгновение, часов и дней неумолимый бег. Тогда, мой мир, ты примешь во владение. Тогда, мой сын, ты будешь человек. Спасибо вам большое еще раз, Евгений Михайлович, за то, что вы смогли найти время и прийти к нам сегодня в студию. Желаю вам всего хорошего, чтобы ваши жизненные принципы всегда были для вас приоритетами. Умейте держать ваше слово. Спасибо. А это была программа «Колесо времени». Каждый понедельник и четверг смотрите на телеканале Югра. Цените свое время, живите настоящим. Субтитры создавал DimaTorzok